приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час я записываю это видео чтобы поделиться с вами очередным лайфхаком который помогает очень сильно помогает в работе на фондовом рынке хочу сказать что он подходит как для форекса то есть как можно работать его использовать работая с валютными парами можно с фьючерсами с индексами с акциями не важно с чем вы работаете он одинаково хорош для всех инструментов поэтому мне очень радостно очень приятно что я могу им поделиться с вами где-то я говорила что люблю все простое и люблю все то что можно объяснить даже ребенку даже подростку да и если подросток понимает значит это доступно для понимания скажем так обыкновенному человеку среднему человеку неважно любому человеку это доступно для понимания поэтому я всегда стараюсь найти да самое простое самое такое что работает и просто использовать да и чтобы всем кстати рекомендует ну чтобы появлялась скажем так появлялась лицо до говорящая голова но тем не менее мы сейчас переходим к графику я буду показывать на графике рассказывать и моя скажем симпатичная физиономия только будет и вас отвлекать поэтому друзья я сейчас отключаюсь и дальше мы уже переходим непосредственно к лайфхаку как что я буду объяснять итак переходим друзья непосредственно к лайфхаку как мы его узнаем как я сейчас расскажу почему именно решила я сегодня записать вот потому что показательный день и я могу реально на примере увидеть да именно сейчас да не на где-то на историю тоже получается немножко история но вот это сегодняшний день это я записываю вот сегодня октябрь и четверг до 13 октября я его записываю и чтобы реально продемонстрировать вам как вот это работает итак смотрите на экране у меня пара евро доллар что мы делаем я для начала чуть-чуть так вот сожму до график чтобы показать значит в левом углу у нас есть в верхнем левом верхнем углу у нас есть инструмента до для работы находим там трендовую линию который то рисование трендовой линии вот мы нажимаем на нее нажали и значит что мы сейчас делаем смотрите это сегодняшний день у нас вот такая вот зелененькая свеча то есть сегодняшний день это вчерашний то есть среда 12 октября и позавчера 12 октября 11 октября вот мы соединяем хай предыдущих двух свечей вот предыдущих двух свечей мы соединяем берем и соединяем линию цвет линии вы можете сделать трендовый какой вам удобно какой вам приятен да какой цвет нам ближе такое делайте это один раз мы взяли одну линию соединили хай вот предыдущих двух свечей еще разберем трендовую линию, соединяем low предыдущих двух свечей. Соединили. Теперь что мы делаем? Еще разберем трендовую линию и от high предыдущего дня, вот, не сегодняшнего, от вчерашнего дня, от high вчерашнего дня, тянем параллельную линию, строим, рисуем параллельную линию, которая соединила low параллельную low соединила low предыдущих двух дней, вот мы нарисовали линию, которая параллельна, видите? Мы можем рисовать и параллельную еще берем одну трендовую линию и от low предыдущего дня, можем рисовать параллельную линию той линии, которая соединяла high. Вот мы берем и соединяем и вот проводим такую вот параллельную линию. Ну, я ее провела, хотя на сегодня она как бы нам не нужна. Теперь в чем лайфхак? Смотрите, друзья, обратите внимание, вот мы провели линии и вот, ну давайте вот так, если по порядку слева направо их считать, первая, вторая, третья, четвертая. Смотрите, хвостик нашего сегодняшнего дня коснулся, ну чуть-чуть пробил, да, коснулся вот этой третьей линии, да, и оттолкнулся. Ну, отсюда получается вот вторая, если справа считать, справа налево, то вторая линия, слева направо, то третья. Коснулся и мы пошли наверх. Теперь, что мы делаем? Мы же в основном, если работаем внутри дня, мы, когда работаем внутри дня, работаем в основном на младших таймфреймах. Мы переключаемся на пятнашки, пятнадцатиминутный график. И посмотрите, что нам показывает, давайте я так уменьшу, сожму, вернее, график, чтобы вы видели. А пятнадцатиминутный график, что нам показывает, от какой линии мы оттолкнулись. На днях нам показывает, что мы оттолкнулись от этой, вот, либо вторая отсюда, да, что ж, вторая отсюда, видите, либо третья, вот снизу, слева, если считать, там, или снизу, да. А на пятнашках, видите, мы оттолкнулись от крайней линии. То есть они предупреждают нас, они нам показали, что мы разворачиваемся не от этой линии, а от крайней линии. Мы оттолкнулись и можем становиться, друзья, вверх. То есть смена тренда. То же самое, это относительно, если бы было, наоборот, движение пошло бы вниз, и вот тоже те же самые линии, то есть, ну, в обратную сторону, то есть мы бы стали вниз. Понимаете? Они нам показали, если на днях еще там неуверенность, непонятно было, но это вот такой лайфхак, вы переключаетесь. Почему? Потому что вот эта линия нас предупредила. На днях мы коснулись этой линии, а когда на минутках, ну, я имею в виду дневной таймфрейм, а когда мы переключились на пятнашках, то есть мы проводим линии, да, я повторюсь еще раз, эти линии мы проводим на, сейчас я увеличу, на дневном таймфрейме. Это дневной таймфрейм, то есть вот это дни, это сегодняшний день, вчерашний, позавчерашний. Вот мы соединяем дни, предыдущие два дня, low и high соединяем, и получаем вот такой вот рисунок. И потом мы соединили, это можно сделать, как только закончился, закрылся день, вот как вчерашний день закрылся. Я это делала, и это увидела. Понимаете, когда вы уже переключаетесь внутри дня на 15-минутный таймфрейм, или минутный даже таймфрейм, вы уже видите, что мы не дошли, мы оттолкнулись от крайней, то есть становиться можно вверх. И я сейчас думаю, что все-таки мы вот прорвемся вверх, и будем, я как и говорила сегодня утром, что вот следующая цель у нас, вот она немножко поменялась, но она, видите, идет, соответственно, идет за ценой. Поэтому мы чуть-чуть ниже получается, сейчас какая у нас тут цель, пробьемся, разворотная линия дня, сейчас, видите, мы идем, мы идем, тестируем уже столько времени, один раз утром на открытие, ну как, не совсем на открытие, немножко позже, потом пришли, еще раз обновили low предыдущего дня, все-таки, и развернулись, еще раз прошли, протестировали, обновили, то есть предыдущий вот high, и сейчас тестируем опять разворотную линию дня. Вот такой вот лайфхак, друзья, это очень-очень хорошо помогает, когда вот такие разворотные моменты, когда мы стоим и не знаем, не понимаем, не совсем понимаем, что будет сейчас цена делать, куда пойдет. Так как цена показала, что на днях мы не от этой линии толкнулись, а уже от крайней, то есть все, мы поднялись, несмотря на то, что обновили low, но нам показало, что можно становиться вверх, то есть конкретно показало нам, движение будет продолжаться вверх. Вот это такой лайфхак, друзья, и кто понял, если поняли, да, пишите, отпишитесь в комментариях, если что-то непонятно, спрашивайте, я постараюсь еще более доступно объяснить. Кстати, друзья, вот зеркальное отражение, то же самое, что у евро получилось, я покажу вам сейчас пара доллар-франк, практически, ну, чуть-чуть есть, конечно, отличия, но все равно, вот берем трендовую линию и рисуем предыдущие два дня, low и low соединяем, смотрите, далее соединяем high и high предыдущих вот двух дней, далее, что мы делаем, от low предыдущего дня, тянем вот такую параллельную, вот такую параллельную трендовую линию от low, ну, не совсем она прям параллельная, ничего, но давайте еще одну для полноты, скажем, дорисовали, да, вот, вот что получилось здесь, немножко вот такой вот как крестик такой, и вот сейчас мы переключаемся на пятнашки, да, ой, сейчас, назад я-то сжала немножко терминал, график, вот теперь мы переключаемся и уменьшаем, смотрите, видите, там мы, если, давайте еще раз, плюс я не акцентировала внимание, ой, наоборот, что-то я хочу быстрее, быстрее, да, у меня зависло, так, вот, посмотрите, что у нас получилось, видите, мы до этой линии не дошли, давайте будем считать снизу вверх, первая, вторая, третья и четвертая, вот мы, первую, как бы, посредине, да, до второй мы не дошли здесь, посмотрите, сейчас, что будет, когда мы переключимся на пятнашки, да, на таймфрейм 15, видите, мы строго от первой линии, видите, протестировали ее, прямо прошпилили, да, и оттолкнулись, то есть, это тоже своего рода, показатель разворота, что мы конкретно, то есть, меняем движение, уже не идем вверх, а пойдем все-таки вниз, вот, тоже, такой же вот лайфхак, видите, потому что, а там показано, что мы аж где-то вот между двумя вот этими, между первой и второй линией, мы аж куда-то сюда пробились, видите, а когда переключаемся на младший таймфрейм, то есть, нам показывает, всегда хочу сказать, что разворот на младших таймфреймах, он, его раньше видно, он быстрее, да, можно определить, просто кто-то боится, и считает, что лучше, да, золотую середину, это, это правильно, это хорошо, это нормально, золотую середину, я сама так работает, но для тех, кто хочет быстрее, там, раньше войти в рынок, еще в получшей цене, то вот такая возможность, замечательная, потому что, по правилам, становиться вниз, вот, нужно только после пробоя, вот, этого волшебного индикатора, пробились, откатили, чуть-чуть закрепились, и тогда можно становиться, если закрепились ниже, значит, можно становиться вниз, то есть, на продажу, вот такое вот дополнение, к тому, что я сказала по евро, это произошло по паре доллар-франк, ну, и по остальным парам, вы тоже можете провести, по крайней мере, вы сможете увидеть, как будет пара вести себя внутри дня, потому что, вот эти вот линии, вот это показывает конкретно, вот они отрабатываются, вы проведите, посмотрите, что на истории, то есть, что на следующий день, вот день закончился, закончился, закрывается, то есть, вот в 12, у кого в 12, у кого в час, кто где, как работает, вот, вы можете провести линии, после закрытия, и увидите, как следующий день себя будет вести, ну, что ж, на этом вот все, по этому лайфхаку, а сейчас я благодарю вас за внимание, поделитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, что вам интересно, что бы хотелось еще узнать, в чем может быть, и какие-то идеи подадите, да, для видео, я с радостью вам отвечу, я с радостью запишу, и откликнусь на ваши комментарии, и еще раз благодарю вас за внимание, с вами была Анастасия Час, и пока-пока, до следующего видео,